Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 11 апреля, вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании Fibagroup. В студию ведущий Роман Шевченко. Начинаем с валютной пары евро-доллар. С открытием европейской торговой сессии спрос на пару увеличился и как следствие покупателям удалось обновить максимумы предыдущего дня. Но для дальнейшего роста необходимы дополнительные бычьи драйверы, которых все еще нет, что и сдерживает покупателей от дальнейшего роста. Открытые позиции трейдера указывают на преимущество покупателей, так как укрепление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса и объемов торгов. Средняя дневная волатильность за последние 5 торговых дней остается ниже среднего значения за месяц, что увеличивает риск появления мощного ценового движения в краткосрочном периоде. Публикация отчета по инфляции, а также протоколов ФРС США может ослабить активность покупателей по данной валютной паре. А сейчас придем к валютной паре фунт-доллар. Активность покупателей остается повышенной, так как снижение градуса напряжения в торговом конфликте США и Китая увеличивает спрос на рисковые активы. При этом активность покупателей остается умеренной перед релизом отчетов из США. Открытые позиции трейдера указывают на преимущество покупателей, так как укрепление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса, но объемы торгов практически не изменились. Средний динайв волатильный за последние 5 торговых дней продолжает снижаться, на фоне заметного увеличения торговой активности накануне. Целевой уровень у отметки 1.4235 уже практически достигнут, поэтому покупки по рынку нецелесообразны. А сейчас придем к валютной паре доллар США-канадский доллар. Стремительный рост нефтяных котировок более чем на 3,5% оказал дополнительную поддержку канадскому доллару, и как следствие обвалил котировки пары к психологическому уровню поддержки в отметке 1.2600. Как следствие риск развития коррекционного роста увеличивается. Открытые позиции трейдера указывают на преимущество продавцов, так как ослабление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса и объемов торгов. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней продолжает увеличиваться, поэтому уже сегодня можем наблюдать умеренное охлаждение рынка. Риск развития коррекционного роста продолжает увеличиваться. Соответственно, публикация положительного отчета по инфляции в США может оказать поддержку котировкам пары. На этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы «Фокус рынка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова